Всем привет! У нас сегодня очень интересный, хотел сказать необычный, но действительно это необычный автомобиль. Надеюсь, по ключу вы поняли, о чем будет идти речь. Ну и немного вводных данных. Какое-то время назад этот автомобиль был у нас на полной оклейке, но тогда, ввиду занятости, это было лето, я не успел его снять. И, честно говоря, очень сильно об этом жалел, потому что мне этот автомобиль, прежде всего, запомнился необычным цветом. Но сейчас история с этим небольшим ремонтом, и это дает возможность нам все-таки посмотреть, что это за чудо такое. Это чудо Range Rover, это последняя из выпущенных в этом кузове модификаций, это Ultimate Edition, что первое бросается в глаза этот цвет. Но давайте обо всем по-подробному. К сожалению, не получилось снять прям по какой-то красоте, ввиду того, что на этой неделе в Москве был какой-то жуткий снег. Всю неделю он шел, это как раз был понедельник. И, как вы помните, те, кто живет в Москве, был страшный коллапс. И, на самом деле, я просто не нашел в своей локации какой-то нормальной почищенной площадки, где можно было бы запарковать автомобиль и в красивом каких-то человеческих условиях его снять. Поэтому приходится снимать прямо из сугроба. Честно говоря, проваливаюсь постоянно в снег. Поэтому, если будут какие-то резкие движения, извиняйте, потому что, действительно, условия не очень комфортные. 17 тысяч километров пробега. Пока здесь нет бампера, можно посмотреть на некий естественный износ. Но, в принципе, ничего с ним не произошло. Единственное, кроме грязи, видите, радиаторы уже достаточно грязные. Напомню, 17 тысяч километров пробег. Цвет – это просто что-то с чем-то. Если я правильно понял, летом как раз изучал немного вопроса. Это Oxford Green. Для тех, кто, может быть, знает что-то больше про этот цвет, пишите. Или, возможно, я ошибся. Также очень интересные надписи. Это не продукт кунцевского авторынка и даже не продукт южнопортового авторынка. Это оригинал. Ну, в общем, эта орига сделана под, хотел сначала сказать, под розовое золото. Но это все-таки рейндж-ровер. И это не настолько пошлый бренд. Насколько я понимаю, здесь речь идет о медном обрамлении вот этих букв. На самом деле, это очень необычно. Потому что первый раз, когда я это увидел, у меня было смешанное чувство. Мне показалось, что владельцы немного погорячились. Но когда я увидел, что этот автомобиль на тот момент, он был абсолютно новый, я понял, что это сугубо индивидуальная и оригинальная вещь. Но давайте будем смотреть на цвет. Матовый, зеленый. Смотрится как пленка, но это не пленка. По поводу молдингов. Здесь вот они в таком сером цвете. Немножко погуглив вопрос, видел и других цветов. Но на самом деле, особо большого там выбора нету. Потому что Ultimate Edition, судя по ценнику, который был на момент его продажи, а стоил он за двадцатку рублей, за эти деньги можно было спокойно купить, ну, типа Bentley Bentayga. Ну, сами понимаете, что надо очень любить предмет. И именно на завершение выпуска модели купить вот такой автомобиль за такие деньги, это действительно, я считаю, что это круто. И действительно человек знал, что делал, знал, что покупал. Это заслуживает особенного уважения, потому что автомобиль не как у всех. И самое интересное в нем, естественно, это салон. Потому что наружность, ну, у него, в принципе, обычная. Каждый день эти Range Rover попадаются на светофорах. Естественно, в таком цвете, я думаю, маловероятно, что увидите. Кроме конкретно данного автомобиля, такого цвета не видел ни разу. Даже никто не догадался в такую пленку затянуть. Хотя, возможно, я ошибаюсь, но лично мне не попадалось. Забегая вперед, скажу, что после осмотра этого автомобиля, вообще после съемки этого автомобиля, я как-то понял для себя, что если бы была возможность купить что-то подобное, наверное, ничего больше не нужно. Но имеется в виду про автомобиль, который тебя возит каждый день. Это действительно классная вещь, на которой приятно ездить. В принципе, внешне он в глаза особенно не бросается. Во всяком случае, в крупном городе. Поэтому мне кажется, что это прям вот вообще то, что нужно. Со всех сторон показывает свет. Единственный минус, в данный момент времени чуть смеркается, уже темнеет рано. Опять же, мой просчет. Ну, вот внезапно вся эта история произошла. И пока не открыл дверь, не посмотрел проем, вот показываю вам и сам не верю, что это цвет. Ну, вот на самом деле. Но после того, как открыл дверь, но сейчас чуть позже вы все увидите, тут уже полное погружение в этот цвет. И стараюсь под всякими ракурсами вам его показать, потому что то место, откуда я снимаю, если быть точным, из сугроба, не очень предполагает вообще какие-либо действия. Но, тем не менее, я стараюсь. Еще раз извиняюсь, если вдруг что-то пойдет не так, и как-то это будет выглядеть нелепо, извините. Но других вариантов боюсь, что не будет. И автомобиль может опять пропасть на год, а может быть и больше. Ну, давайте смотреть самое интересное. Салон. Здесь вот, смотрите, такие вставки и сочетание цветов. Тут, в общем, в принципе, если бы обладал талантом Дага де Мура, я бы, наверное, здесь посвятил этому, может быть, часа полтора, потому что здесь столько всяких фишек, плюшек и все в таком плане. Ну, просто это можно долго и упорно все дело показывать. Но стараюсь как-то сокращать видео, дабы показать что-нибудь самое интересное. Но вот здесь у нас не очень под таким освещением видно. В порогах надпись как раз Ultimate Edition. Но, насколько я понимаю, когда включишь зажигание, что-то загорится, ну, и можно будет все это уже видеть. Вот, кстати, интересный момент. Когда включим зажигание, откроем дверь, будет ли надпись Land Rover, Range Rover, либо что-то в этом роде, либо Ultimate Edition. На Виларе как раз был значок. У Bentley сейчас тоже эта тема регулярно попадается на свежих машинах. Ну, и посмотрите, какие классные здесь кресла. Практически полностью затянуто в кожу. Это, ну, сами понимаете, о чем-то говорит. Единственное, конечно, вот эти вот салазки, которые закрыты пластиком, но не закрыты кожей. И ковры, я вот у Range Rover, может быть, я их не так много видел, хотя, сказать честно, видел немало. Вот именно вот эта вот окантовка кожей, я первый раз такое вижу. Понятно, Bentley, где коврики стоят, там, Косарь Европлюс. Это да, это в порядке вещей. Не говоря про Rolls-Royce, но чтобы у Range Rover было такое, это действительно очень и очень редкая история. Как вы можете заметить, кожей здесь затянуто абсолютно все, вплоть до обивки потолка. Но и очень много деталей, которые отличаются от обычных Range Rover. Опять же, вот эти все регулировки, ну, по-русски говоря, крутилки, они тоже сделаны из особенных каких-то материалов. И интересный момент, сейчас чуть позже вам покажу, вешалки внутри, они, я так понимаю, что, если мне память не изменяет, на обычном Range Rover пластиковые. Здесь они сделаны из стали, ну, очень, там, очень напоминают сильно Bentley по всем вот этим вот мелочам. Но, действительно, вот смотрите, как сделан потолок. Это классно. И, конечно же, это очень отличается от того, если вы сами вдруг заморочитесь и закажете что-то похожее на своем Range Rover, почти уверен, что не получится так же, как именно это делают в заводском исполнении. Потому что, возможно, сделать красиво, но именно кожей, не алькантарой вот так вот обтянуть, я думаю, шансов не очень много. Ну, естественно, есть люди с руками, все это могут вам сделать. Возможно, даже это будет и не хуже, чем завод, но представляете, сколько денег в нынешних реалиях это может, вся история, обойтись. Я думаю, что очень и очень немало. Ну, если у кого-то есть информация, кто-то делает что-то подобное, делитесь с остальными, потому что вдруг кто-то заморочится, захочет что-то сделать. Такого плана, ну, хотя бы будете иметь стартовое представление, во сколько это обойдется. По поводу регулировок кресел, вы уже видите, насколько их много. И вот то, что я вам говорил, открывая дверь, видишь тот же цвет, все честно, никаких пленок, ничего такого здесь нету, все прям по-честному, так покрашено. Иногда смотрю на, когда вернее смотрю на это, начинаю думать, не дай бог что-то поцарапаешь, поцарапают и придется красить. Но это просто будет беда. Как подобрать этот цвет, ну, мне кажется, это будет очень-очень сложно. На морозе тут что-то такое произошло, небольшая авария. Но я думаю, в тепле, когда автомобиль будет, все это встанет на место и все будет хорошо. Это, скорее всего, результат мойки плюс мороз, но и вот равно такой вот не очень хорошей концовки. Естественно, сзади мониторы, но и вот то, о чем я вам говорил, смотрите, какая штука. Вот в таких мелочах мне нравятся именно автомобили, которые сделаны для повседневной езды, когда каждый какой-то такой нюансик, он сделан там, например, как вот у Бентли, да, из стали, из каких-то таких приятных материалов, не из пластика. Это действительно круто, потому что, казалось бы, крючок для того, чтобы повесить куртку, но сколько внимания, это очень-очень приятно. Правое заднее кресло, вы видите, такое в полной комплектации, именно поддержка для ног полная, то есть это как бы прям очень-очень круто, тем более, с одной стороны вроде бы смотришь на все это, ну, а обычное, да, ну, вот такое крутое кресло, но это все-таки Range Rover, это не Rolls-Royce, здорово, ну, очень-очень-очень хорошо смотрится. Сейчас я буду, насколько это возможно, что-нибудь попробуем из опционала включить. Есть такой только моментик, когда я открыл дверь, Range Rover уже ругается то, что ему очень-очень мало заряда аккумуляторной батареи. Это не есть хорошо, надеюсь, он у нас не погаснет. Ну и вот то, что я вам говорил, видите, все вот эти вот маленькие детальки, они все с какими-то такими интересными моментами. Я думаю, что это прям мед для владельцев и для любителей этого бренда, потому что сам, когда снимал, ну, если бы не мороз, наверное, ходил бы и улыбался. Ну, вот здесь небольшое ЧП с подлокотником, насколько я понимаю, как раз в моменте он отказывается работать, потому что ему не хватает зарядки в батарее. Ну, сейчас мы просто-напросто запустим автомобиль. Я уже после Velar перестал бояться, это просто некое предупреждение. После запуска все наладится, все будет хорошо. Ну, вот обратите внимание, все в коже, прям все абсолютно и действительно здорово. Ну, кстати, есть идея, сейчас я его запущу и заодно послушаем звук. Может быть, он какой-нибудь будет, но он точно будет, потому что все-таки 500 сил, мотор не маленький, ну и звук по-любому должен быть какой-то. Вот эту вот таблетку золотистого цвета тоже давайте посмотрим, придется открыть обе двери. Ну, СВ, в принципе, этим все сказано. Хотел даже сказать, что это супер велочи, но это такая моя дурная привычка к итальянским автомобилям. Здесь, конечно же, сами понимаете, это аббревиатура о другом, но, тем не менее, видите, у Range Rover есть СВ, у Lamborghini есть СВ. В принципе, я думаю, может быть, еще у каких-то брендов есть такая аббревиатура СВ. Но, в любом случае, и у того, и у другого это как раз признак того, что перед вами очень и очень хороший автомобиль. Надписи вот эти мне не дают покоя. Мне кажется, нельзя такой автомобиль будет оставлять надолго на улице, потому что наверняка найдутся какие-то люди, которые захотят проверить их на прочность, потому что они в этом всем своем цвете очень и очень привлекают. Но сейчас давайте запустим мотор, немножко послушаем, как он звучит. Вот это такая неприятная надпись, но не надо переживать, все будет хорошо. Ну вот, послушаем немножко, как он звучит, ну и потом будем раскладывать подлокотники, посмотрим, опять же, что в нем есть интересного. Ну и в целом покажу вам то, что сам увидел. Но единственное, может быть, на таком морозе немножко фокус сбивается, в том плане, что холодно и хочется как-то быстрее залезть в машину, но не можешь этого сделать, потому что надо все-таки его снимать. Но, может быть, что-то упустил, в пожеланиях пишите, вдруг он опять заедет. Ну тогда, может быть, отдельно что-нибудь попробую для вас снять. Ну вот это все сочетание, на самом деле, настолько искусно выполнено. Педали сделаны тоже классные, с применением стали. В общем, я очень-очень долго могу восхищаться этим аранжойером, но мне кажется, все-таки он стоит того. В плане денег, конечно, это, наверное, перебор, особенно на тот момент, но машинка действительно получилась очень необычная и оригинальная. Ну давайте все-таки запустим. Но, кстати, вот эти уже рестайлинговые мониторы, честно говоря, восторга после Вилара вся эта история не вызвала. В моменте, как-то кажется, космическим, но когда покупал, это был 20-й год. Да, сейчас уже 23-й, и, в принципе, к этому все привыкли. На самом деле, они достаточно часто царапаются, надо сразу их оклеивать. Здесь это было тоже сделано изначально, но на Виларе они сделаны. У меня была чуть поцарапана, хотя пробег был чуть больше, чем здесь. Но, тем не менее, есть такой у него дефект. И еще ребята говорят, вот эти вот стойки тоже царапаются от моек. Тоже это надо иметь в виду, по-хорошему, наверное, оклеивать. Ну или спустя какое-то время просто менять стойки. Доводчики пока работают. Касаемо задних мониторов, никогда этой темы не понимал. Мне кажется, что они очень близко расположены к глазам, и смотреть просто-напросто будет неудобно. Пора запускать уже двигатель, потому что раздражает этот полуопущенный подлокотник. Но и будем слушать, как он звучит. Ну как вам холодный пуск? Пишите в комментариях. Понятно, что это не Феррари, не Мазерати и даже не Ламборгини. Но звук определенный есть. Но было бы странно, если бы он не был. Но и смотрите, запустили мотор. Сразу все ожило. Появились по дверям вот эти вот направляющие световые. Заработали нормальные мониторы. То есть все сразу, жизнь наладилась. Но технически сложные и переполненные электроникой автомобили, естественно, очень не любят просадки по поводу аккумулятора. То есть просадка энергии это не есть хорошо. Поэтому за этим, конечно, надо следить. Но и давайте посмотрим по поводу подсветок. Здесь стоит вот такой цвет. В принципе, рейндж-роверы, они как бы достаточно по поводу подсветок. В отличие от тех же мерседесов, нет такого глобального разнообразия. Но и понятно, что категория граждан, которые покупают рейндж-ровер, которые, например, покупают BMW, ну это как бы разная целевая аудитория, насколько я понимаю. Но и вот здесь как раз есть у нас возможность посмотреть, из чего же сделано. Ну и, естественно, по поводу оригинальности и натуральности материалов, здесь все в порядке. Все-таки это рейндж-ровер. Запах внутри тоже все как нужно. Запах кожи. Я понимаю, что кто-то сейчас скажет уже, задолбал ты со своим запахом. Но слушайте, когда есть дорогой автомобиль, и когда отчасти его покупают из-за того, чтобы в нем было уютно и было комфортно, ну, в общем-то, ты чувствовал себя как дома, как в кабинете. И, естественно, вот эти вот тактильные моменты, они очень важны. Я думаю, что рейндж-ровер половину кассы как раз делает вот на этой всей теме. Ну и, наконец-то, мы можем видеть эту надпись по-человечески. Пожалуйста, вам Ultimate Edition. Она, оказывается, светится, как, собственно, и должно было бы быть. И, кстати, знаете, какой момент? Может быть, что-то пошло не так. Я не проконтролировал этот процесс, но надо было бы, наверное, спросить, может ли быть такое, что у такого автомобиля нету выезжающих порогов. Ну, так вот, либо здесь они примерзли, либо здесь их просто-напросто нету. Потому что уже в конце, когда вот именно я закончил с осмотром, там прошло даже несколько дней, и вот сейчас, когда я стал заниматься звуком у видео, я понял, что меня напрягало. Напрягало то, что он высокий, в него трудно попасть, и то, что у него не выезжают пороги. Может ли быть такое? Мне кажется, наверное, что-то пошло не так, и просто-напросто они не выехали. Потому что, ну, мне кажется, нереально, чтобы на таком автомобиле не было выезжающих порогов, либо чтобы человек их не заказал, потому что, ну, мне кажется, это очень странным. Либо владелец какой-то человек по габаритам, по комплекции похож на какого-нибудь американского баскетболиста. Ну, я при своем росте метр восемьдесят восемь, ну, так, чуть с затруднением сюда попадал. Не могу я уйти от этих надписей, ну, просто они мне очень-очень нравятся. Ну, и в дополнение к этому видео, опять же, на следующий день пришлось доснять один такой момент. Сейчас я вам его покажу. Это был, на самом деле, про надпись «Конец». Но тут появилось дополнение. Я приехал домой и вспомнил, что я не снял багажники. Поехал на следующий день. Стал снимать багажник. Почему столько внимания багажнику? Если честно, я почему-то думал, что именно вот в этой комплектации обязательно должна быть отделка деревом. Мне почему-то так казалось. То ли я в свое время то, что видел, там как раз было с этим деревянным полом. И когда-то в свое время ЦЛС и Мерседесы были такие. Кстати, смотрите, какая шторка. Это просто произведение искусства. Ну, так вот. И какой-то, видимо, остался незакрытый гештальт, потому что в свое время у меня приятель покупал такой ЦЛС в другой город. И я не доехал, не посмотрел. Очень была интересна вот эта история с деревяшкой. Здесь я тоже где-то видел. И, в общем-то, специально поехал ради этого. Торжественно открыл багажник. А там ничего такого. Там обычный ковер. Понятно, что он хороший, толстый ковер. Но нету деревяшки. Поэтому хотел вас удивить. Извините, не получилось. Ну, с багажником, сами понимаете, тут особо не о чем разговаривать, не о чем снимать. Единственное, коротенькое еще дополнение по поводу салона. Это, во-первых, у нас все корректно работает. И сейчас мы все-таки откроем этот подлокотник. В нем нету столиков. Это я тоже, на самом деле, пропустил. И вот хотел вам показать дерево, которого нету. И столики, которых тоже нету. Но здесь есть, я так понимаю, что подстаканники какие-то активные. Возможно, охлаждаемые или нагреваемые. Но это сейчас я вам как раз покажу. Ну и, собственно говоря, при нормальном, в данном моменте, утреннем свете, хотел бы вам показать все-таки цвет салона. Потому что то, с чего я начинал, немножко по цвету отличается. Потому что, еще раз повторюсь, смеркалось. Ну и вот здесь во всей красивом салон. Ну и, собственно говоря, вопрос такой. Стоило ли отдавать такие деньги за такой автомобиль? Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, нет. Но я обычно это резюмирую следующим образом. Если есть возможность и нравится вещь, ну, конечно, надо отдавать, надо покупать. Потому что, ну, во-первых, живем один раз. Во-вторых, для себя любимого, ну, скорее всего, ничего не жалко. Ну, и тем более, купить такой рейндж-ровер, мне кажется, ну, одно удовольствие. Ну, в нынешний момент я не очень понимаю, не очень представляю, сколько будет такая комплектация стоить. И есть ли она уже, тоже, честно говоря, не знаю. Потому что в моменте сейчас как-то не слежу за рейндж-роверами. Потому что цены просто какие-то за гранью понимания. Ну и, конечно, в душе надеюсь, что когда-то что-то изменится. И что-то подобное с удовольствием бы приобрел. Но я считаю, что и в этом кузове он неплохо смотрится. И если с каким-то хорошим дисконтом купить такой автомобиль на вторичке с небольшим пробегом, мне кажется, он точно не особо хуже там, и не особо отличается он от нового кузова. Понятно, внешний вид там есть немножко другое. Но здесь есть все вообще, что нужно, хотел сказать, для комфортного проживания. Ну понятно, что когда купишь за 20-ку плюс, возможно, придется жить как раз в нем. Вот то, что я вам хотел показать. Насколько я понял, это, наверное, все-таки охлаждение будет стаканов. Ну так вот, в такой комплектации точно стоит брать, несмотря на то, что модель поменялась. Ну и я думаю, что даже спустя много лет, такие вот эксклюзивные вещи, они все равно будут в цене, и все равно будут люди, которым они будут интересны. Но в принципе на сегодня это практически все, что я вам хотел показать. Извините, что видео получилось-то, может быть, не самое качественное. Возможно, я не все показал, но я обычно показываю свои эмоции, как я отношусь к предмету. Ну вот сегодня как раз было такое видео. К сожалению, не было дерева в багажнике. Это меня, конечно, немножко расстроило, но надеюсь, может быть, попадется какой-нибудь Bentley с такой фишкой. Рано или поздно точно что-нибудь найду. Ну и, естественно, вам это дело покажу. Очень приятная, кстати, вещь, то, что потрогать этот подголовник. Он действительно очень-очень классно выполнен. Ну, пишите в комментариях, как вам вообще вот этот кузов, несмотря на то, что он уже предыдущий. Но мне кажется, что у Range Rover это одно из самых нормальных было поколений. Но все, я пошел работать. Всем хорошего просмотра.